Добрый день, дорогие друзья! Выкинул короткий ролик в шорты или шорты, как правильно называется, по поводу этих двух братьев по несчастью. И мои подписчики проявили интерес. Раз подписчики проявили интерес. Давайте я не останусь в этом стороне и попробуем разобраться с этими двумя батарейками. Одна была абсолютно замороженная. Полностью заморожена, сутки она отстоялась, батарейка оттаяла. А вторая у нас была прожаренная, абсолютно сухая. И припрыгали эти батарейки вот с такими показателями ко мне. Ну давайте чтобы это не было. Было словно батарейка оттаяла, естественно другие параметры на ней вырезали. Давайте будем вместе с вами делать работу. Работать работу и разбираться, что же нам с этими батарейками делать и как поступать в данных ситуациях. Так, очень обычная ЭКБ, 1320 ампер. Значит увидели 21 процент по суху, 0 процентов по заряду, 613 ампер появилась. Было 288 в замороженном состоянии. Напряжение 11,68. Ну в принципе чуть-чуть напряжение сдулось и также пошло на понижение сопротивления 4,50. Здесь было 9,56. Так давайте замерим эту батарею. Друзья, сразу скажу, что эти батарейки они не сладкая парочка, то есть они не стояли вместе. Это батареи моих постоянных клиентов, фирмеров. Возят большими партиями, бывает по 12 по 14 батарей привозят. И по мере привоза из тех батарей я стараюсь делать как раз вот эти вот сладкие парочки, парочки. Баунти или сладкая парочка. Ну подбирать батареи поближе друг другу, чтобы они более-менее работали. Потому что чем больше отличия в параметрах, тем меньше ресурс у аккумуляторов, которые собирают 24 вольтовые батареи. И заметил интересную ситуацию, сейчас давайте к ней подойдем поближе. Так, что касаемо этой батареи. Эти батареи они были, по-моему, прошлой весной у меня или осенью. Честно сказать, уже не припомню, когда последний раз они у меня были. И вот как видите, вот это была батарея с пятой парой. И она выступала у нас первым номером. С этой батареей, вторая батарея, она осталась без пары. Но я написал, нужна новая батарея к паре. То есть параметры у этой батареи были отличные. Параметры были и новой батареи. И все как бы было с ней великолепно. Но у наших фермеров, ну как обычно заканчивается пассивная там, либо что крайне неживательно уборочная. В принципе, крайне неживательно не то, что уборочная, а то, как она заканчивается. Не успели трактор воткнуть в стоило. Тут же, ну, собрали урожай, воткнули стоило куда-то на хранение. И первым делом, что у нас, сабантуи, естественно, все побросали, побежали обмывать урожай, бухать там, резать баранов, коров, коней, все прочее. А батареи как-либо они остаются на технике, или в лучшем случае их заносят. заносят в какое-то помещение, но, естественно, без всякого обслуживания перед хранением и во время хранения. Вот так произошло и с этой батареей. Ее затащили просто в какой-то бокс, внеотапливаемый. И вот буквально недавно обнаружили, что она замерзла. Не замерзла, а заморозилась, будем так говорить. Вот есть небольшие выступы, небольшие такие грыжи по бокам, что это очень плохо, друзья. это очень плохо, потому как такие заморозки, бывает, ни к чему хорошему не приводят. Что касаемо этой батареи. Пару перепутали, воткнули ее совсем с батареей совсем с другой оперы, то есть это не с пятой пары была, а вторая батарея, а по всей видимости с какой-то другой, более слабой батареей. И в итоге вот это... Но эта батарея у нас работала этой зимой, она где-то трудилась то ли на Кировце, то ли... Ну, суть дела, я гадать не хочу, не знаю, на чем она стояла. Но факт то, что ее выпарили, ее выпарили. Что я заметил, на что обратил внимание. Так, ну вот эти батарейки, они разные по возрасту. Это первое. Вот эта батарея у нас двадцатого года, январь двадцатого. Эта батарея у нас февраль восемнадцатого. Вот в восемнадцатом году вот шли как раз вот такие вот синие ручки. И что самое интересное, напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Я, честно говоря, с этим первый раз столкнулся и, вернее, впервые обратил на это внимание. Ну, смотрите, это у нас якобы заявляется, что кальциевая батарея, а это у нас гибридная. Ну, интересно, что... Смотрим массу батареи. Пятьдесят килограмм максимально. Сто девяносто Эль. Здесь у нас сто девяносто Эль. Ну, Эль это различие в клеммах, я так думаю. Но масса-то у нас тридцать восемь восемь килограмм. Это что, очепятка или... Или что-то поменялось. Ну, чтобы сто девяностое батарея весело в районе сорока килограмм, тридцать восемь восемь. Это, конечно, что-то из ряда вон. Пробовал посчитать пластины, но у меня, честно говоря, ничего не получилось. Пластины не видно. С краю сбиваюсь со счета, не хочу забивать голову. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Либо это говорит об отношениях именно этого завода. А, возможно, это не этот завод. Возможно, где-то собирают их рядом с заводом. Либо это действительно, на самом деле, опечатка. Но я не думаю, что опечатка может быть такая с разницей в двенадцать килограмм. Поэтому, ну, давайте все-таки начнем составлять план действий с этими батареями. И приступим непосредственно к тому, чтобы эти батареи попытаться поставить в строй. Так, давайте замерим эту батарею. Сутки они отстояли, чуть больше суток. Так, здесь у нас тысяча триста ампера. Ну, об очке появилось напряжение десять семьдесят восемь вольт. Десять семьдесят восемь вольт. Пусковой ток при этом увеличился. Восемнадцать процентов по суху. Четыре девяносто сопротивления упало. По сравнению с тем, что у нас было. Но самое интересное, это, конечно, напряжение. И я думаю, что сок ноль процентов. Я думаю, что с этой батареей, как говорится, пиши пропало. Не стоит, наверное, на нее тратить нашу драгоценную, прекрасную, чудную воду. Ну, давайте попробуем. Судя по всем показателям, эта батарея пока стояла, она двинула кони. Склеила ласты. Как там еще? Дала дубу. Ну, короче, пришла в полную негодность. Ну, все-таки зальем. Давайте потратим немножко водички. Наверное, немножко здесь до хрена в нее влезет. И посмотрим, попробуем определить банку, которая замкнула. Попытка, не пытка, как говорил Иосиф Виссарионович Сталин. Так, что касаемо этой батареи. Мы параметры замерили. Давайте замерим плотность. Когда я не веду съемку, я обычно плотность замеряю вот таким образом. Кисленькая. Так, плотность 1,02. Так, ну, раз мы снимаем ролик, давайте все-таки воспользуемся ариометром. Потому что я вам не смогу передать свои вкусовые ощущения. Многие, ну, так и видим. Плотность 1. Ну, давайте запишем 1,02. Плотность 1. К чему я показал пробу на вкус. Многие, некоторые из тех парней, которые выкладывают ролики, они определяют плотность буквально по запаху даже. Не на вкус, а по запаху. Потому как нету ни ариометров, ни доступа к электролиту. Чисто на вот таких, на интуиции, их интуиции. Чисто на их непререкаемом самомнении, опыте и безупречных, конечно, знаний в области. Аккумулятор заряда строительства. Так, с этим мы разобрались. Я плотность замерил во всех банках, друзья, с помощью ариометра. Сегодня и так першит в горле. Поэтому лишний электролит мне не нужен. И плотность везде 1. Здесь о плотности речи нет. Так, значит, с чего начнем нашу работу. Вот, кстати, вот эта баночка у нас отстает по уровню. В связи с чем это связано, сказать не могу. Видимо, все-таки батарея была в эксплуатации и, возможно. А, возможно, и после моего обслуживания в эту баночку я далил меньше водички. Скорее всего, возможно, она опережала. Ну, это будем разбираться по ходу нашей работы. Значит, эту батарею сейчас закинем в зарядный бокс. Начнем ее заряжать. Эту батарейку мы пока заливаем и даем ей отстояться, настояться до утра. Первые 15 минут, наверное, подождем. Посмотрим на термометрию. Будет разгон по термометрии. Если мы увидим разгон по термометрии, то это будет говорить только о том, что батарея явно у нас все-таки замкнула. Но она однозначно замкнула. Здесь и к бабушке ходить не надо. Потому что вот таким образом прожаривать батареи, это надо умудриться и постараться. Так, ну что, я начинаю заливку водичкой. Наш зимородок в зарядном боксе. Работать буду на кулоне 720. Для этих целей зарядное неплохое, но иногда меня просто веселит. Вот это вот защита от переполюсовки. Вот это вот, блядь. Это полнейшая дичь, блядь. В таком зарядном устройстве и такая защита. Ну пусть это останется на совести разработчиков. Так, давайте сделаем настроечку. Так, основной заряд 14,8. Нет, не 7,5 ампер. А выставим 5. Пусть до утра работает на 5 амперах. Первичный заряд очень важен. У нас батарея высаженная, она абсолютно не сопротивляется заряду. Поэтому нам нужно немножко наполнить, а утром мы конечно перебьем эти значения, эти показатели. Так, до заряд ничего трогать не будем, потому как он нам сейчас не нужен. Так, ну давайте подключим. И предзаряд у нас 2,5 ампера. Все, поехали. Пошел у нас предзаряд. Он пролетает как очень быстро, как фанера над Парижем. Как правило, очень быстро пролетает. Да, вот он уже до 12 вольт догреб. И сейчас у нас начнется предзаряд, который я предпочитаю. Не 12 вольт, вот на колонии предзаряд невозможно выставить, ну выше чем хотелось бы, выше 12 вольт. Я обычно на сильно прослабленных батареях предзаряд произвожу до 13 вольт. Ну все, как видим, основной заряд. Эту батарейку мы залили, друзья. Мы ее наполнили дистиллированной водичкой. Точка отсчета. Я взял сначала первую баночку. И в первую баночку у нас вошло 500 миллилитров. Исходя из этого, во все банки я залью по 500 миллилитров. Как видим, вот здесь 2 литра осталось водички. То есть влетело 3 литра легко и свободно. И мы видим различия по уровню. Различия по уровню. И вот в этой банке водичка почти что под пробочку. Здесь у нас чуть-чуть пониже, чем под пробочку. Здесь у нас пластины еще оголенные. Здесь сантиметр, где-то сантиметр чуть больше от поверхности пластин. И здесь парочка сантиметров. То есть уровень у нас скачет. Прожарка не прошла даром. Не ощущается термометрия. Прошло минут 10 наверное. Термометрия я пока не вижу. Ну давайте попробуем. Все таки попытаемся. Может быть нам повезет. И мы узнаем какая из банок у нас замкнула. С помощью вот этой нагрузочной вилочки. Итак. О бочки. Что это у нас такое? Не начали пиздеть у нас конвей. А друзья? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Вечер перестает быть томным. Становится все интересно. Давайте еще раз замерим конвей. И что он покажет? Неужели у меня начал пиздеть конвей? А нет. 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 Залили водичку и у нас пошло напряжение вверх. Напряжение пошло вверх. Это уже неплохо. Так, ну-ка, давайте. Блин. Я не сторонник проверки нагрузочными вилками. Особенно в таком состоянии, когда батарея прослаблена. Когда батарея прослаблена, мы можем просто помочь батарее выйти из строя. Нагрузочной вилкой надо проверять, мое мнение, в редких случаях, только в тех, когда мы хотим убедиться в замыкании. Либо нагрузочная вилочка вступает в его на полностью заряженные батареи. Так, ну она показывает 12 ворт, но давайте ткнем. Опачки. Не хочет она. Так, что у нас? Кипение в банках мы не видим. Да. Пока нет. Пока нет. Вот эта баночка меня смущает, которая больше всего... А, вот, видим. Ага. Вот эта баночка, похоже, у нас... И это, и вторая, и шестая, первая, и шестая баночка. Так. Ну что ж. Ставим два знака вопроса и даем батарейке отстояться. Вот поэтому я и боюсь делать замеры нагрузочной вилкой на заряженных батареях. Потому что даже если баночки у нас еще были в каком-то более-менее порядке, мы можем в нагрузочной вилочке их, эти баночки, вывести из строя. Так, ну что, наверное, добавлю в эту баночку еще миллилитров сто, прикрою пластиной полностью и оставляем эту батарейку до утра. Кстати, здесь тоже появилось кипение. Похоже, и здесь появилось кипение. Хорошо прожарили, короче, батарейку. Так, ну-ка, давайте посмотрим еще раз. Просто смирим напряжение. Так, что у нас напряжение будет, расти нет. 11,2. Ну, с одной стороны, мы выбили напряжение с опережающих банок. Скорее всего, вот эти две баночки у нас были в опережении. Забурливое это. Третье. Так что, друзья, иногда кипение при замыкании, это еще не показатель. Давайте дождемся утра. Утром сделаем еще замер. И уже будем определяться, как нам действовать и как поступить с данной батареей. Мертвая она или еще послужит своему хозяину. Ну, а пока, пока собираемся. Собираюсь домой. Я уже один раз уехал сегодня домой, но вернулся. Но вернулся. Надо было съездить за документами. Документы забрал. И почему сразу не принялся за работу с этой батареей? Так как у меня был остаток в одной баночке, я не рискнул делать заливку. Боялся, что не хватит этой воды. Я его сгонял за водичкой. Прикупил 4 баночки воды. Ну и теперь встаем на лыжи. Рвем до дому. Наш прожаренный, отжаренный камазийский тракторист простоял на пропитке всю ночь. Посмотрим, что там булькает, не булькает, нет, тихо. Будем надеяться, что остатки электролита вступили в кое в какую реакцию с дистиллированной водой за счет диффузии. И давайте вход запустим наш фоксвельчик и будем динамить или мониторить ситуацию. Оба очки. Красавелла 12.59. Ну слушайте, неплохо, неплохо, неплохо. Неплохо, неплохо. По-другому можно сказать заебись. Так. 12.59. Ток у нас 529. Сопротивление 6.23. Сох 3.4. И практически полностью батарея у нас как бы заряжена. Друзья, давайте проверим наш конвей. Что-то мне не нравится, как он себя повел, возможно. Ладно, не будем бежать впереди паровоза, давайте еще замерим конвейчиком. Сделаем замер конвейчиком. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. Да нет, все нормально. 12.57, здесь 12.59. 8.1. 9.6, вот как то неадекватно себя повела батарея. вы это видели на момент когда я привезли 1291 было потом было резкое снижение напряжение резкое снижение напряжения валятья скоро пушки нам стану здесь надо электролитом подышать еще побольше и в принципе можно эту батарейку закидывать зарядный бокс сейчас мы и закинем и компаньону минскому и продолжим нашу работу что наша батарейка а в зарядном боксе давайте подключим наш клончик и так настройки оставляем 14 8 7 с половиной ампер пойдет здесь мы перебьем настроечки также 7 с половиной ампер почему 7 с половиной ну нравится мне 7 с половиной ребята оптимальный ток для зарядки именно 190 батарей вот таких вот 190 140 132 не напрягается зарядная особо и заряд двигается в правильном направлении немножко дольше чем рекомендуется там десятью процентами хуйня это все для больших батарей вот такое вот такой ток оптимальное решение поехали но здесь мы уже едем батарейка приняла почти 80 ампер на грудь 15 52 часа вот блин как хорошо да калькулятор включать не надо зарядная посчитала сама сколько она стоит на заряде отлично ну что продолжаем вахматить наших друзей тюменских отработала батарейка на кулоне 4 с лишним часа и вот сейчас только обратил внимание что кулон перешел перешел в режим до заряда друзья вы знаете мое отношение к этому драчилову поэтому давайте замерим плотность что там у нас плотность в этой батарейке и будем переходить на другое устройство ебать кого те что там творится мать царица так плотность у нас 115 электролит черный грязный 115 так вот это вот у нас была проблемная баночка 115 который был самый маленький уровень так вот это маночка в которой был самый большой уровень посмотрим как она 7 чувствует то же самое 1 15 ну что ж кулон отправляем в курилку свою работу он сделал выполнил все на что он способен и переподключаем батарею на наш замечательный вымпел так где он где наш вымпел вот это вот так в отличие от кулона вымпел можно подключать похую как ничего у нас никакое предохранительное устройство не вылетит так адреса 14 1 выставляем 17 вольт и будем разгонять на 4 амперах посмотрим как она поведет на себя на 4 амперах до скольки разгонится дело в том что вы сами видели в каком состоянии электролит пластины разбитые активная масса отбитая и с минимальным нам надо поработать с минимальным так сказать бурлей кипячением с минимальным бурлением и попробовать вытащить на эту батарейку на нос с перемешиванием и поднятием кислоты которая сейчас у нас находится самом низу батареи перемешать и распределить эту кислоту по всей поверхности пластина ну а наш замечательный какой-то степени кулон мы переносим спящий режим едем дальше ну вот за полчаса работы с четырьмя амперами напряжение дошло до 14 2 вольт этого мало друзья поэтому давайте увеличим ток ампер до 7 с этим напряжением с этим током посмотрим до каких значений дойдет наше напряжение на 14 5 на 7 амперах заряд окончен время прошло у нас сейчас нам вемпел подскажет сколько он поработал с этой батарейкой с этим пропарышем или запарышем опарышем ну чё давай уже показывай не стесняйся сейчас 15 сейчас 15 вторая батарейка у нас еще в стадии заряда давайте проверим что он дал до заряд откроем пару крайних баночек и заглянем так ну в принципе 120 чуть чуть ниже 120 с половиной наверное 120 тоже с половинкой наверное камера не хочет настраиваться около 121 даже так ну-ка что нам расскажет отморозок 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 1 15 нет 1 15 нету 1 13 где-то 1 13 на сегодня работу прекращаю с опарышем опарышем отключаем вемпелок даем батарейки отдохнуть пусть поработает инертный заряд ну а здесь кулон пусть набивает амперчики поплотнее так чего у нас там он говорит 136 ампер якобы заливось маленько сегодня собираюсь до дому до хаты на сегодня достаточно после основного заряда на утро мы видим вот такие значения на клоне 153 ампера кулон отдал сначала нашей работы прошло 41 час 33 минуты и батарейка стоит у нас в режиме хранения давайте замерим плотность замерим в крайних баночках ну как видим плотности нет даже нет 15 да как было 1 13 так и есть 1 13 этот кулон мы также отправляем в курилку толку с него не будет и подключаем вымпел пока отключусь так подключил вымпела на обе наши батарейки на мы отслеживаем же две батареи и давайте замерим в нашем пропарыши опарыши пропарыши так потность за время отстоя поднялась до 1 21 с половиной 1 21 с половиной не забываем что это у нас гибридная батарея эта батарея заявлена как кальций кальций то есть кальцевая батарея плавно перемещаемся к вампи вам так что мы видим это у нас будет замороз замороженный наш промороженный промерзший это у нас будет тот который пропарили так подключаем замороженного 7 ампер на дозаряде и 17 вольт условное окончание заряда и здесь также 7 ампер и 17 вольт на вымпеле выставляем и теперь продолжаем нашу работу с нашими 190 батарейки как видим этот погнал резко в карьер резко взял старт и стремительно набирает напряжение наш замороженный друг пропарыш медленно но уверенно будет подгребать напряжение окончания заряда на гибриде будет гораздо ниже чем на кальциевой батарее это нужно иметь ввиду и у каждой батареи напряжение окончания заряда может быть разным поэтому стремиться к каким-то определенным показаниям не стоит смотрите от состояния батареи от ее пробега от ее возраста и от тех условиях в которых эта батарея эксплуатировалась это все накладывает отпечаток и в конечном итоге приводит к разным напряжениям окончания заряда никогда меня спрашивают вот у меня есть батарейка такая подскажите на каком напряжении заряжать ну друзья вкуривайтесь в эту схему в этот метод и вам все станет более понятно немножко немножко раскиньте логикой своей и когда вы поймете этот принцип принцип работы с батареями начнете щелкать аккумуляторы как семечки одно за другое не напрягаешь без дыма в голове но пока я пиздоболю 15,7 здесь 14,1 время пол 12 продолжаем нашу работку как видим спустя почти час у нас вчерашняя батарейка гибрид который пропаренный уверенно подгребает 15 вольтом а наш замерзший друг ток догреб до 15,7 вольт и началось снижение поэтому для первого дозаряда мы попытаемся его немножко разогнать и удержать хотя бы в пределах но за который мы увидели 15,7 вольта давайте добавим току току и постараемся подержать его на 15,7 вольтах хотя бы еще часок так на 1 ампер добавили маловато будет у нас 9 ампер это 5 процентов вот так 15,7 в районе 9 ампер можно добавлять смело и нам нужно разогнать батарею и побольше чтобы побольше части растворить те сульфаты которые препятствуют нам набору нашего напряжения окончания заряда здесь пока мы ничего не трогаем давайте давайте тоже разгоним вот 7,6 пойдет 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 а если не пойдет то поедет час мы проработали давайте еще часок будем разгонять батарейки и потом поставим их загоним их в отстой через два часа после начала работы практически одновременно наши батарейки ушли не ушли сейчас мы их уйдем в отстой вымпел нас предупредил что заряд окончен здесь несмотря на подпор напряжение начало падать и совпало падение напряжения с предупреждением нашего вымпела здесь тоже самое давайте отключим вымпелочки и прыгнем в зарядный бокс отключим от зарядки откинем крокодилы так ну и давайте будем мерить плотность так наш прожаренный друг на нашем прожареном друге плотность 1-2 24 почти 1,23 с половиной 1,23 с половиной и наш дед мороз красный нос у нас здесь плотность 1,19 1,19 1,18 с половиной и 1,19 сейчас этим батарейкам я дам парочку часов отстоя пусть за время отстоя устаканится наше поверхностное напряжение и батарея подготовится к следующему дозаряду уменьшится сопротивление ее и уже следующий дозаряд попробуем на следующем дозаряде попробуем добежать хотя бы до тех же параметров которые мы достигли если они легко подойдут если эти батарейки легко подойдут к тем параметрам которые мы видели то возможно будем попытаемся их еще разогнать если же слабо будет батарейка подгребать то постараемся подвести хотя бы к тем параметрам которые мы сегодня увидели ну что ж пусть курят пока прошло 2 часа отстоя давайте для начала замерим нашу плотность что-нибудь поменялось нет да нет 1 также 1,24 с половиной 25 да 1,24 с половиной давайте сделаем промежуточный замер тестером и посмотрим какой результат нам принес до заряд ну проверьте подключение подключение хуйня да давай проверим подключение 1300 амперчиков странно как-то он то спрашивает температуру то не спрашивает ну и что мы видим фоксвелл пока просит нас заменить но судя по току батарейка то еще ого и давайте сравним показатели после до заряда вернее после нашей работы и на момент когда батарея пришла и отстоялась так 529 967 сопротивление 3,45 623 сох 34 сох 62 ну в принципе в принципе неплохо неплохо так ну давайте наверное сделаем один замерчик на вот этой батарейке так которая посвежее что нам расскажет тестер про ее самочувствие и ее состояние после отстоя и так так Николаевич клим сверху обычный ЕН 1320 ух ты куда ты погнал пишет хор это хоровой окон или хорошая окон 1320 батарея выкатывает так а мы плотность не мерили здесь ну давайте хотя бы в одной баночке мы плотность замерим ага плотность 120 120 требуется еще до заряд но нам фоксвел говорит что нам пора на хоровое пение петь будем хором и так более близко разглядим сох 84 сопротивление 242 нрц 1307 ну плотность у нас еще пока не догоняет так храним эту хотел сказать этикеточку ну пусть будет этикеточка храним этот чек чпек и подключаем наши крокодилы зеленые по местам на тех же настройках продолжаем работать на 7,5 пусть будет и здесь пусть будет так сначала давайте скинем без подпора тоже 7,5 ампер все погнали наши городских работаем дальше